Всех приветствую, с вами снова Алан Вилл. Сегодня я хочу вам рассказать про борца за свободу, который точно заслуживает вашего внимания. Поехали. Матвей Александрович Сулькевич родился в семье потомственных дворян Веленской губернии по национальности белорусский, польско-литовский татарин, мусульманского вероисповедания. Его отец Александр Сулькевич дослужился до чина подполковника в гусарском полку. Будучи потомком татарских аристократических семей Великого княжества Литовского, Матвей Сулькевич посвятил свою жизнь военной карьере. Общее образование получил в Михайловском кадетском корпусе в Воронеже. Он присоединился к императорской российской армии в 1883 году и стал офицером в 1886 году. Он был произведен в генерал-майоры в 1910 году и в генерал-лейтенанты в 1915 году. Сулькевич участвовал в китайской экспедиции против боксеров в русско-японской войне и Первой мировой войне. До русско-японской войны он служил в Одесском военном округе в период с 1894 по 1905 года и занимал должность начальника штаба в Очаковской крепости. Во время русско-японской войны Сулькевич сражался в битве при Мукдене в составе 8-го армейского корпуса 2-й маньчжурской армии, командуя 57-м Мадлинским пехотным полком. Во время своей поездки на Дальний Восток Сулькевич был удостоен нескольких орденов императорской России, таких как Орден Святой Анны, Орден Святого Владимира и Золотое оружие за храбрость. После русско-японской войны он остался в азиатской части России, служа в Иркутском военном округе. Во время Первой мировой войны он воевал на Румынском фронте. В конце 1917 года Сулькевич участвовал в создании Первого мусульманского армейского корпуса, но оставался на службе в администрации Румынского фронта. После подписания Брестского договора между Советской Россией и Центральными державами Сулькевич прибыл в Крым с войсками Центральных держав под командованием генерала Коша. Три пехотные дивизии и конная бригада, которые вытеснили большевистские нерегулярные формирования из Крыма и сформировали Крымское областное правительство в качестве временного правительства в Крыму под немецкими войсками. Будучи временным губернатором Крыма, Сулькевич ввел переговоры с украинским правительством о федеративных отношениях между материковой Украиной и Крымом. Матвей Сулькевич назначил Асана Сабри Айвазова послом Крыма в Османской империи и наладил связи с мусульманскими странами, образованными на территории Российской империи. Известим в Крыму как Сулейман Паша. Стремился созвать Крымский Курултай – учредительное собрание, которое бы провозгласил создание Крымско-татарского государства. Генерал Сулькевич стремился к отстаиванию интересов маленького полуострова на всех уровнях и во всех вопросах. После окончания Первой мировой войны и вывода войск центральных держав из Крыма в конце 1918 года Сулькевич переехал в Азербайджан, где стал известен под именем Мамед Бек. 26 марта 1919 года приказом номер 147 по военному ведомству генерал-лейтенант Сулькевич был назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана. Мамед Бек Сулькевич сыграл большую роль в создании 16 июня 1919 года военно-оборонительного союза между Грузией и Азербайджаном. В результате бакинской операции частей 11-й Красной армии в апреле 1920 года было свергнуто азербайджанское правительство и установлена советская власть. В мае 1920 года Матвей Сулькевич был арестован в АЧК. Последние дни перед расстрелом он провел в Баиловской тюрьме. 15 июля Сулькевич был расстрелян за контрреволюционную деятельность. Мамед Эмин Расулзаде вспоминает в своей книге. Сидевший вместе с ним Махмед Али Бек говорил «Генералу приказали идти за чекистами. Мы поняли, что настало его время смерти. Мы не осмеливались посмотреть ему в глаза. Не могли найти нужных слов». Генерал Сулькевич опередил нас, сказав тихим, но уверенным голосом слова, которые я никогда не забуду. «Счастлив, что умираю солдатам мусульманской армии. Прощайте». 7 сентября 2017 года в районе Южная Прага, Варшавы, открыли памятник военным деятелям периода Азербайджанской Демократической Республики. Генерал-лейтенанту Сулейману Беку Сулькевичу и полковнику Вели Беку Едигару. Мемориальная доска в Симферополе на доме губернатора, текст которой гласит. Здесь, в бывшем доме Таврического губернатора, где в 1887 году была учреждена Таврическая ученая-архивная комиссия, размещались крымские краевые правительства Матвея Александровича Сулькевича 1918 года и Соломона Самойловича Крыма с 1918 по 1919 года. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями и близкими. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова